Добрый день! Сегодня я поделюсь с вами большим секретом и расскажу, как в некоторых случаях можно легко и просто определить, что в слове пишется буква Айн. Этот материал предназначен для изучающих иврит на среднем уровне, тем, кто на продвинутом уровне, он будет полезен. Я также рекомендую ознакомиться с материалом номер 778, где я рассказываю о другом правиле, которое касается буквы ХЭТ. Правило, о котором сегодня мы говорим, я назвал условно правило АА. При этом я подчеркиваю, что именно АА, то есть с ударением на первом А. И сейчас я сформулирую правило. Если мы слышим в ивритском слове вот такое сочетание АА с ударением на первом А, то там буква Айн. Легко и просто. Например, я услышал слово ШААР. ШААР. Это ворота на иврите. Слышим АА. С ударением на первом А. Я пишу ШААР. Никаких проблем у меня нет. Я услышал слово ТААМ. ТААМ. Это вкус. ТААМ. Слышим ударение на первом А. ТААМ. Я пишу Айн. Я услышал слово ЗААМ. ЗААМ. Слышим АА внутри, в этом слове. ЗААМ. Никаких проблем нет. Я пишу там Айн. Не ошибаюсь. Я услышал слово МААН. МААН. Это адрес. Примерно то же самое, что КТОВИТ. МААН. Слышим? МААН. АА. И я пишу там букву Айн. Аналогично с этим ЦААД. 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 Слышим АА. И я напишу там Айн. Никаких проблем нет. Все легко и просто. НААР. НААР. Слышим? АА. НААР. Это подросток. И я пишу букву Айн. ЯАР. ЛЕС. ЯАР. ЛЕС. И я пишу Айн. РААМ. Это гром. РААМ. Я пишу Айн. РААШ. РААШ. Это шум. РААШ. И я пишу Айн. ПААМ. ПААМ. Слышим? АА. И пишем Айн. И никаких проблем у нас нет. ШААМ. ШААМ. Даже если мы не знаем, что это, мы все равно напишем с буквой Айн. ШААМ. Это пробка. Пробка как материал. Пробковое дерево. Например, я услышал слово КААС. КААС. Это примерно как злость. Что-то такое. Когда мы сердимся. У нас КААС. И я пишу с буквой Айн. Никаких проблем нет. Дальше. Например, я услышал слово ЛАДАТ. ЛАДАТ. Это знать или уметь. ЛАДАТ. Слышим внутри этого слова АА. С удалением на первом А. И я, соответственно, пишу там Айн. Где вот есть эти звуки АА. ЛАДАТ. Я, например, услышал слово ЛАГАТ. ЛАГАТ. Дотронуться. ЛАГАТ. И я напишу Айн. Я услышал слово МИШМАТ. Дисциплина. МИШМАТ. Слышим там АА. МИШМАТ. И я напишу Айн. ШОМАТ. Слышишь. В форме женского рода. Слышит. В форме женского рода. ШОМАТ. И там Айн. Просто по звучанию я уже определяю, какую букву написать. КОВАТ. КОВАТ. И там будет Айн. МИКАБАТ. Даже если мы не знаем, что это. МИКАБАТ. Уже по звучанию мы это слово напишем правильно. МИКАБАТ. НОСАТ. МИКАБАТ. Соответственно, тоже не забудем написать Айн. НОСАТ. МИКАБАТ. МИКАБАТ. И я напишу Айн. Это понятно? В отличии, например, я слышу слово СЕАР. И я там не слышу АА. И мне непонятно, какую букву там писать. СЕАР. Тоже будет написано САЙном. Но непонятно по звучанию, какую букву писать. Или, например, слова, где мы слышим тоже АА. Но только ударение не падает на первый А. Падает, например, на второй звук А. Мы слышим АА. Например, ДААГ. И непонятно, какую букву писать. В данном случае это будет АЛЕФ. Но по звучанию ни о чем нам не говорит. Например, КААС. Я услышал, разозлился, рассердился. КААС. И мне непонятно, какую букву писать. То ли АЛЕФ, то ли АЙН. И мы должны проверить при помощи однокоренного слова КААС. Которое у нас сегодня было. И тогда мы только поймем, что здесь пишется буква АЙН. Например, я хочу написать ШААЛЬ. И мы слышим АА. Но ударение падает на второй звук А. ШААЛЬ. И мне ни о чем это не говорит. Я не знаю, какую букву писать. Это может быть теоретически АЙН или АЛЕФ. Нужно проверять каким-то другим, по-другому какому-то правилу. В данном случае ШААЛЬ будет с буквой АЛЕФ. Но по звучанию непонятно, какую букву писать. Я надеюсь, что это было несложно, полезно пригодиться вам в перспективе. Будем делать меньше ошибок при письме. Я напоминаю вам, что вы учите иврит вместе со мной. Я Марк Харах. И подписывайтесь на мой канал, чтобы ничего не пропустить. Задавайте вопросы на интересные вопросы. Я с радостью отвечаю. Лей Траот. До свидания.